привет дорогие друзья всех приветствую у себя на канале значит что сегодня решил сделать лопатку будет сегодня у нас лопатка но не простая как я делал до этого хочу сделать ее с изгибом с изгибом я тоже уже делал так что хочу сделать с изгибом и резную ручку виде косички так что что материал у меня вот такой осина вот такой шаблончик будет это вот прямая лопатка я буду делать с изгибом так что сейчас на стол перевожу будем обводить этот шаблон сначала вырежем потом задам изгиб рабочей части ну и уже вырежем и ручку буду делать винтом так что чё приступаем так но вот так друзья по шаблончику приложил отрезал сейчас выпилю и соответственно потом уже задам вот этот изгиб и уже буду формировать саму ручку и Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры 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 DimaTorzok ну и а культуре как раз отверстие будет более менее красивая так что что перевожу на стол вам друзья чуть-чуть час приближу вам чтобы получше вам видно было ну и все а я сажусь и начиная ручку можете оформлять как душе угодно здесь как фантазия работает так можете делать здесь никто вам не в указ можете так сделать можете всяк сделать но вот так вот сейчас черчу вот видно вам карандаш по кругу сейчас пройдусь и потом второй линию также пройдусь и уже непосредственно буду ножичком потихоньку вырезать оккультуре вать сильно я не буду зарезаться потому что чем больше зарезаешь свою ручку ослабляешь ручку поэтому все таки чтобы на нее надежда была на ручку пусть она будет потолще да и держать потолще когда ручка будет ее в любом случае всегда будет удобно так наверное я так вот и оставлю здесь до отсюда дойду отверстие но вот так вот друзья прочертил сейчас задам вторую линию вторую линию буквально чуть-чуть рядышком прям вот так вот прям рядышком и по кругу также вторую пройдусь это как раз и будет у нас какого-то рода контур за который мы постараемся ну по крайней мере я постараюсь не залезть а но так друзья вот так вот получилось по кругу сейчас вот это вот посередине буду вырезать уже непосредственно ножиком прокалывать вырезать смотрите друзья аккуратно так как любой инструмент острый так что смотрите технику безопасности не забываем потому что резанешь потом очень долго такие раны заживает поэтому руки всегда убираем чтобы на фоне момента резьбы рук вообще не было рук чтобы не было крутить и вертите друзья но старайтесь так чтобы у рук ваших совсем не было лучше не торопясь потихоньку потому что резьба это такое дело что торопиться никуда не надо тем более если кто-то делает для себя тем более торопиться в этом деле не нужно пускай его ее не за 15 не за 20 минут сделаете не там скажем не за день что сразу у всех не получалось и я раньше там делал бывало и 34 дня той времени нету и неделю делаешь так насколько не набегами делаешь но тем не менее лучше она пускай получится так как вы хотели а не так чтобы как-то ну вот я прорезал контур не видно конечно что я прорезал его вот такой резец я делал себе хорошо обрезать лишнее и накалывать ну и все сейчас делаем сам уже непосредственно вот так надрезаю по одной линии сначала к одной ну а потом по кругу пройдемся потом пойдем в другую сторону с другой стороны и получится у нас своего рода канавка а а а а а а а м их а 회 а а a вот так друзья надрезали в одну сторону сейчас переверну и пойдем в другую сторону надкалывать формировать так скажем уже непосредственно сам саму завитушку не торопимся потихонечку полигонечку ну вот так вот друзья получается вот видите да начал уже надрезать в общем сейчас что сейчас надрежу в обратную сторону ну и покажу что у меня получилось ну что вот так вот я прорезал вот так вот у меня получилось а по кругу значит вот такая вот она получилась по кругу витая сейчас значит что возьму вот такой вот круглый ну и буду заравнивать сейчас примерно я начала задам ну вот так вот друзья видите да здесь неровно здесь вот напильником я прошелся сейчас я по кругу а так пройдусь ее всю значит внутри потом у нас все равно еще будет шлифоваться наждачной бумагой так что пока она у нас вот такая вот страшненькая но тем не менее не знаю насчет обжига наверно ручку я в дальнейшем обожгу обожгу ручку ручка не страшно но придаст декор так как осина она будет белая не очень красивая поэтому ручку я всего скорее обожгу рабочую часть я оставлю нормальной белой поэтому продолжаю сейчас значит прохожусь напильником эти вот канавки более-менее убираю следы от ножа ну и соответственно посмотрим что получится